Доброе утро всем! Клёво, что кто-то пришёл ещё раз что-то услышать про чуму. У меня вторая лекция будет про чуму. Я начинаю с вопросов, это связано с тем, что я прошлую лекцию заканчивал вопросами. Сейчас у меня будет продолжение первой лекции. Собственно, вопросы, которые у меня остались, когда я прочитал первую лекцию про чуму, это продолжение темы диагностики. Мы только об этом будем сегодня говорить, из-за того, что это очень такая большая, обширная тема. Чума уже очень долго изучается. И есть очень много разных исследований и разной информации по диагностике чумы. Из-за этого, я думаю, что будет, наверное, часть 3 и часть 4 по вакцинациям, по нетипичным формам проявления заболевания. Мы будем сегодня говорить только про тему диагностики. В конце я резюмирую. И у нас будет что-то типа алгоритма специфической диагностики чумы. Как я сказал, очень долго уже исследуется чума. Здесь я нашел исследование от 1957 года в журнале Lancet. Это медицинский журнал. То есть уже больше полувека идут разные исследования этого заболевания. И мне было очень сложно глубоко в это не закопаться. Из-за этого я закопался. Мы будем сегодня смотреть разные статьи по диагностике чумы. И в конце сделаем выводы, как все это можно будет удобно нам диагностировать. Я условно поделаю эту лекцию на два этапа. Сначала мы будем говорить про сирологические анализы, потом про анализы методом ПЦР. И фактически это будет обзор статей. Я буду вкратце говорить о том, что делалось, какие выводы получили авторы и что мы можем от этого иметь. То есть мы начнем с вами сирологических анализов. Сирологические анализы у нас преимущественно подают антигены. То есть, наоборот, антитела. Это ответная реакция организма на некую инфекцию. Мы начнем с такой статьи. Использование сирологического теста для предсказания резидентности вируса чумы у собак. Здесь брали, экспериментально заражали животных. Было несколько невакцинированных. Два невакцинированных щенка Бигля. Их искусственно заразили. Они умрили на 14-й день. Эти щенки, естественно, были невакцинированы. Было 9 невакцинированных щенков Бигля. Один из них умер на 13-й день. И было 9 вакцинированных животных. При этом вакцинация у них проходила больше 3 лет назад, до 4,5 года. И, собственно, они проверяли напряженность иммунитета с помощью реакции нейтрализации. И смотрели, влияет ли степень титров на дальнейшую выживаемость при экспериментальном заражении. Собственно, выводы этой статьи можно привести в этой табличке. В начале у нас здесь невакцинированные щенки. Им было 4 месяца. Видите, у них этот последний столбец говорит о том, сколько титров антитела к чуме. Что мне показалось странным в последнем столбце о том, что у этих невакцинированных животных уже есть определенные антитела к чуме. Возможно, у щенков это к астральному иммунитету определяется этим анализом. Но, например, у взрослого невакцинированного щенка тоже есть небольшое завершение титров. Ну и, собственно говоря, второй раз анализ брали на 21 день и смотрели на сколько сильно вырастают антитела к чуме. Здесь бралась за некую норму, за иммунный ответ, за готовность иммунитета бороться с чумой. Титры с показателем 1 к 16. Но, например, у трех собак, видите, они были либо такие же, либо ниже. При этом их заражали, они не проявляли никаких клинических симптомов. И когда брали второй раз анализ на третью неделю, титры у них очень сильно возрастали. При этом смотрите, что у вакцинированных животных, у которых вакцинация была больше трех лет, у них ни у кого не проявлялся симптомов, кроме одной собаки на короткое время, у него была потеря веса. То есть какие выводы из этого можно будет сделать? Что животные с вакцинацией больше трех лет, в принципе, сохраняют иммунитет против этого вируса чумы. И он будет защищать их при экспериментальном заражении. Реакция нейтрализации такой очень старый, но он считается золотым стандартом сирологического исследования. Не всегда иммунный ответ напряженности иммунитета определялась с помощью реакции нейтрализации. Но и естественно, что больше болели молодые невакцинированные щенки. И больше были подвержены смерти. Что такое реакция нейтрализации? Это обнаружение антител, которые способны ингибировать реапликацию вируса. Это антитела, направленные на специфические мембранные белки H и F вируса. И они будут увеличиваться на 10-20 день после заражения. Очень много сравнений в литературе с реакцией нейтрализации. И как я говорил, что этот тест является золотым стандартным. Но, например, при сравнении с иммунно-перексидазным окрашиванием у животных с нервной формой чумы реакция нейтрализации была отрицательна в 72,66%. Это означает, что в целом, и особенно при хронической форме, строительность этого метода не очень высокая. Но, видите, это очень старый метод. И 1973 год до сих пор с ним продолжают сравнивать другие анализы, разработанные для диагностики чумы. Что такое иммунно-перексидазное окрашивание? Это еще один сложный и дорогой метод. Он используется преимущественно в иммуногистохимии и в иммуноцитохимии. С помощью него будут определяться специфические антитела. Но в рутинной практике он не используется. Вот. Собственно, по этой статье, какие можно выводы сделать, что антитела к чуме могут циркулировать больше 3 лет, 4 года 100%, возможно и больше. В этом исследовании брались животные, которые вакцинировались не меньше, ну, через 4 года. Возможно, если бы вакцинация проводилась раньше, у животных также выработался бы иммунный ответ. Реакция нейтрализации старой, проверенной, но не самый точный метод для диагностики чумы. Вакцинация от чумы, наверное, это очевидный вывод, что снижает проявление симптомов при искусственном заражении. И, возможно, от чумы можно вакцинироваться меньше, чем раз в год. Следующий анализ, следующая статья. Здесь исследовался тест до отелиза, и он сравнился с иммунофлюоресцентным анализом. Иммунофлюоресцентный анализ в этом случае считался некий золотой стандарт. Они брали 10 щенков до вакцинации, их вакцинировали и смотрели, с какой скоростью нарастают антитела к чуме. Они преимущественно исследовали иммуногабулинные М, это иммуногабулинные острые стадии, но также здесь была информация про иммуногабулинжи. Но мне в целом это очень важно в диагностике чумы, из-за того, что непонятно, сколько времени держатся эти иммуногабулины, связанные с вакцинацией, либо с заражением. Из-за этого вот эти сроки мне лично нужно знать. Тест иммунокомп, это тест, который делается у нас в стране, делается и сейчас, но мы можем провести именно этот анализ. Вот, собственно, что мы имели в этой статье, что титры иммуногабулинные М были высокие на 12-й день от вакцинации. То есть максимальные показатели иммуногабулинных М были где-то в районе 2-х недель от вакцинации. Но они дальше достаточно быстро снижались, уже на 16-й день было у 6-ти щенков, а на 23-й всего лишь у одного щенка. Но иммуногабулинные долго держались в крови. Видите, на 6-й день идет рост этих иммуногабулинов, и на 30-й день он абсолютно не снижается. В этой статье было несколько ссылок на некоторые интересные источники. Их тоже, ну, какие-то просто интересные фишечки из более старых исследований, как раз где проводился анализ этой реакции нейтрализации. Там говорится о том, что экспериментально зараженные животные, у них росли те титры иммуногабулинные М уже на 7-й день, и максимальные значения были на 21-й день. Да, если мы сравним с нашими данными, что у нас на 12-й день. Это говорит о том, что если животное болеет, то титры иммуногабулинные М, ну, собственно, самая иммуногабулинная М, вырастет чуть позже, чем при вакцинации. Также при искусственном заражении эти антитела будут дольше находиться в организме от 5 недель до 3 месяцев. То есть у нас есть больше промежуток времени, чтобы взять этот анализ и отловить ему на ответ на чуму. Вот, и при хронической нервной форме можно не обнаружить антитела в крови, но условно из-за особого иммунитета имеется в виду, что не так много вырабатывается антител, а именно при хронической стадии вирусом может локализоваться непосредственно в центральной нервной системе. Еще одна, следующая статья у нас. Обнаружение антител иммуногабулинной М, опять это белки, это антитела в острой стадии, иммуногабулинной острой стадии, к белку рекомбинирована ноклеопластида вирусом чумы методом dot-blood-SA. Что они сделали в этом исследовании? Они взяли три группы собак, было 12 здоровых собак, экспериментально зараженные. Вторая группа — это четыре собаки, два раза вакцинированные от чумы, то есть они их вакцинировали и второй раз ревакцинировали и смотрели, что будет с иммуногабулинами М. И третья группа — это контрольные животные, вакцинированные другой вакциной без чумы. ноклеопластид — это, скажем так, основной белок, располагающийся внутри вируса, на который преимущественно вырабатывается много именно антител в организме. Что у нас получилось в результатах этих статей? На седьмой день выросли показатели иммуногабулинами М. У двух животных был слабо положительный результат. На 14-21 день 10 из 12 собак имели высокие показатели иммуногабулинами М. То есть это максимальная стадия иммунного ответа. И все зараженные собаки имели положительные результаты на четвертую и пятую неделю. То есть эти иммуногабулины М при экспериментальном заражении долго держали иммуноответ. Вот. Вторая группа — это вакцинированные животные. Они имели уже на седьмой день слабо положительный результат от насобака. Вот. И на 14 дней у всех животных был положительный результат по иммуногабулинам М. Но вторая вакцинация никак не воздействовала на прирост антител. И на шестой неделе уже ни у кого этих завершений, этих иммуногабулинов не было. Вот здесь вот в двух табличках есть эта информация сводная. Табличка 1 — это животные искусственно зараженные. Табличка 2 — это вакцинированные животные. Видите, что здесь все плющики стоят на второй, третьей, четвертой и пятой неделе. А вакцинированные животные — лишь немножко плющиков на первой и второй неделе. И при этом ревакцинация никак не влияла на прирост иммуногабулинов. Какие можно сделать выводы? Что иммуногабулина М значимо повышается именно при экспериментальном заражении, при активной форме заболевания. При вакцинации они увеличиваются, но не очень сильно. И ревакцинация не приводит к значимому росту иммуногабулинов М. Следующая статья. Здесь есть такой набор для диагностики чумы и паравируса. В целом он презентируется как набор для определения напряженности иммунитета. То есть, если нам нужно выяснить, животное вакцинировано или нет, а если оно вакцинировано, насколько организм прореагировал на эту вакцину и вырабатывает эти антитела. Этот тест зовется Синбиотикс или Заэтист. И он смотрит также уже не иммуногабулинное М, а иммуногабулинное G. Это иммуногабулинная хроническая стадия. И тест этот исследует чуму и паравирус, но наиболее опасные болезни собак. И что в этом исследовании делали? Они брали животных из приюта. Да, они брали приютских... У меня очень много статей, они у меня уже в ГАЮСе перепутались. Они брали приютских собак, проверяли их этим тестом, типа вакцинированы они или нет. Если они не вакцинированы, они их вакцинировали, брали эти иммуногабулинжи через определенное время и сравнивали с реакцией нейтрализации. То есть они смотрели, насколько этот тест будет хороший именно для определения вакцинации у предварительно невакцинированных животных. Брались взрослые собаки, старше 3 месяцев. Это говорит о том, что куастральный иммунитет у них уже не особенно работает. Без нарушений, без симптомов, без изменений по осмотру. Всего было 200 животных. Кровь и вакцинация проводилась в первый день эксперимента. Если животные были отрицательны, их вакцинировали и брали кровь на 6-й, 8-й, 13-й, 15-й день и сравнивали с золотым стандартом с реакцией нейтрализации. Вот. Что в итоге у нас получилось? Получается, специфичность метода высокая, но чувствительность метода не очень высокая. О чем нам говорит чувствительность? Это влажно-отрицательные результаты. То есть животное либо вакцинировано, либо заболело, но этот тест не определил то, что животное было вакцинировано, либо заболело. Но специфичность высокая. Это говорит о том, что если тест увидел антитела, то с высокой долей вероятности это именно антитела к чуме, и они там есть. Странно, что в тесте разводится много раз кровь, добавляется контраст, и если животное больно вакцинировано, он становится определенного цвета. И это сравнивается с неким стандартом. Если это делается в полевых условиях обычными людьми, то чувствительность этого теста не очень высокая. Но если это делает лаборант в лаборатории, если используется специальный прибор для определения цвета, вот этот Optical Density, то можно увеличить чувствительность этого теста. То есть тупо человек может неправильно сравнить два цвета. Но тест этот позиционируется как именно для некого использования в полевых условиях. Из-за этого, наверное, я скорее не брал во внимание вот эти оговорки. Но и в целом можно сказать, что специфичность теста высокая. Это означает, что он хорош для подтверждения вакцинации или болезни. Еще один анализ, тоже приютские собаки. Что у нас здесь делается? Сейчас я вспомню. Бразис, да, животные из приюта перед проведением вакцинации. И сравнивался вот этот ЖЖ-тест с иммуноферментным анализом. То есть ЭЛИЗа — это иммуноферментный анализ с иммунофлюорицентным анализом и с реакцией нейтрализации. И сравнивалось количество антител с реакцией нейтрализации у животных в приюте. Получается, что они брали животных с неизвестным вакцинальным статусом и с неизвестным анализом, непонятно, было ли животное болеет или нет. И смотрели с помощью этого теста, есть у них антитела или нет. И сравнивали с двумя еще разными исследованиями, с двумя разными анализами. Вот оказалось, что 289 собак — 67% имели антитела к паровирусу, 186 собак — 43% имели антитела к чуме. И получилось, что специфичность в сравнении с реакцией нейтрализации, с золотым стандартом ELISA, то есть этого обычного полевого теста, выше, чем иммунофлюорцентного анализа. Но при анализе чувствительности оказалось, что ИФА, иммунофлюорцентный анализ чувствительности этого теста, выше, чем ELISA. Опять же, в принципе, такая же информация о том, что этот тест может дать ложно-отрицательные результаты. Сложно, да, ребят? Так, что у нас дальше? У нас опять приютские собаки. И с помощью этого в этом исследовании опять же использовался этот же тест. Бралось большое количество животных из двух приютов, тестировались на напряженность иммунитета к чуме и паровирусу. Если животные были отрицательные, то есть у них не было выработанного иммунитета, их вакцинировали и тестировали на 6, 8 и 13, 15 день. Смотрели, через сколько времени выработаются антитела типа иммунглубинжи. В этой статье они пришли к выводам о том, что животные положительные, то есть либо переболевшие, либо вакцинированные от паровируса старше, чем отрицательные животные по паровирусу и чуме. Но чем старше ты, тем больше вероятность у тебя справиться с этим, то есть встретиться с вирусами. Вот. И хороший иммунный ответ вырабатывался уже на 13-15 день. Это означает, что к этому времени у нас вырабатываются полноценные антитела иммунглубинжи. И были некие отрицательные результаты в приюте 1, это 6,2%. То есть они вакцинировали животных и не получали иммунглубинжи. И во втором приюте 2%. Это говорит о том, что здесь два варианта есть, что у некоторых вакцинированных животных могут не выработаться иммунглубинжи, либо чувствительность этого теста не очень высокая. Я думаю, что скорее второе, но исходя из тех предыдущих статей, которые у нас есть. Вот. Еще один тест. Такой тип, он представляется как быстрый, удобный, не требующий специфического оборудования, сэндвич до от Элиза в сравнении с обычной Элизой и в сравнении с электронной микроскопией. То есть электронная микроскопия в данном случае принималась как золотой стандарт диагностики. И они смотрели, что лучше до от Элиза, либо обычной Элиза. Вот. До от Элиза, как я понял, что я искал, в продаже этого анализа нет. Из-за этого нам больше такая некая общая информация, что ли. Вот. Они взяли 56 собак с подозрением на чуму, именно острой стадии, и брали разные биологические жидкости, кровь, смотрели там динфоциты и смывы с конъюнктивы. Вот. Сравнивая до от Элиза с обычной Элиза, оказалось, что до от Элиза чуть выше чувствительность, чем у обычной. Да, 91,81% при оценке динфоцитов и смывы с конъюнктивы 88-75%. Суть, грубо говоря, этих методов одинаковая. До от Элиза такой, да, как я говорил, более простой и, может быть, более дешевый метод. Но в анализе лимфоцитов до от Элиза был один влажно-положительный результат. То есть, если заболевания нет, анализ показывает, что он есть. Но, в принципе, один из 22 – это не очень много. И у обычной Элизы было 5 влажно-отрицательных и 17 положительных. То есть, это говорит о том, что тоже чувствительность этого метода не очень высокая. Иммунохроматография. Это то, что у нас есть, это то, что мы можем использовать. У нас в клинике эти тестики есть. То есть, в принципе, суть этого метода близкая к иммуноферментному анализу, реакции антигена-антитела. И в иммунохроматографии они сравнивали, то есть они искали уже не антигена-антитела, а антигены. И сравнивали с гнездовым ПЦР. То есть, ПЦР в данном случае принимался как некий золотой стандарт у животных с подозрением на чуму. И брали разные, опять же, анализы из разных мест, смывая с конъективы образцы димфоцитов. Шесть собак имели хроническую форму чумы, то есть нервную форму. Всего 158 образцов было взято. Но в этой статье прям крутые результаты были. Я не знаю, с чем это связано. То есть, с тем, что производитель проводил это исследование. И, в принципе, есть только одно исследование по чумовоствительности и специфичности иммунохроматографии. Но оказалось, что в сравнении с ПЦР, это иммунохроматография, имеет стопроцентную чумовоствительность и специфичность. В смывах с конъюнктивы, в лимфоцитах крови, то есть в обычной крови 89-195 чумовоствительности и специфичности. Если мы брали выделение из носовых ходов 85-100%. Мне кажется, это очень странные результаты. Непонятно, как можно однозначно на это реагировать. Если у всех, сколько их было, 66 собак, получается, что все они выделяли вирус, если мы определяли антиген. И даже животные с нервной формой чумы тоже выделяли вирус с конъюнктивой. Но, собственно, другой информации у нас нет, поэтому, наверное, деваться некуда и можно этому верить. Но эти тесты очень удобные, они у нас в клинике есть. Это то, что в лаборатории можно сделать быстро, за 5 минут. С северологией мы закончили. Дальше я буду говорить про ПЦР. Здесь, наверное, будет чуть проще. Из-за того, что ПЦР в идеальном мире имеет стопроцентную специфичность. Это означает, что если мы вирус обнаружили, его ДНК или РНК, это говорит о том, что он там точно есть. Из-за этого все исследования, связанные с ПЦР, но большинство исследований не требуют сравнения с неким золотым стандартом. Начну с такой статьи, которая меня больше всего удивила, что ли. Это выявление вируса чумы с помощью панемеразной цепной реакции с обратной транскрипцией в моче собак с клиническими признаками энцефалита. Что такое обратная транскрипция? Вирус чумы — это РНК, содержащий вирус. Как я понимаю, ПЦР именно определяет ДНК. И чтобы из РНК сделать ДНК, вот такая придумана сложная обратная транскрипция. Но все исследования, связанные с ПЦР чумы, будут обратной транскрипцией. Что в этом исследовании сделали? Взяли 22 невакцинированные собаки с неврагическими симптомами, у которых была история болезни, что они болели желудочно-кишечными расстройствами, легочными нарушениями. Чума отвердилась методом ПЦР из ликвара, сыворотка крови, ликоцитов и в моче. Семь животных с некропсией, то есть со вскрытием. И на вскрытии также увидели характерные изменения для чумы. И в качестве контрольной группы они взяли 12 бессимптомных собак. Видите, здесь нет сравнения с золотым стандартом из того, что ПЦР все определил. Говорит о том, что вирус есть, что специфичность этого метода 100%. Что самое крутое в этой статье о том, что у всех животных стало 100% положительной пробой из мочи. То есть чувствительность и специфичность по этим данным у животных с чумным энцефалитом 100% при взятии анализа из мочи. У восьми животных положительные анализы диквара, то есть только диквара положительные по чуме. У трех диквара дикоциты и сыворотка, у двух дикоциты и диквара, у девяти дикоцитов и сыворотка. Ну и, собственно, у контрольной группы вся была отрицательная. Мне кажется, это очень крутые результаты. У нас не делается ПЦР мочи. Сейчас я вам расскажу в конце. Вот. Какие выводы можно сделать, что при подозрении на чумной энцефалит берите мочу, и отрицательные результаты анализа диквара не исключают чуму. Следующий тест. Здесь они сравнивали одноэтапную обратную транскрипцию ПЦР с гнездовой ПЦР для выявления вируса чумы. Взяли 29 собак с подозрением на чуму и взяли у них разные материалы. Кровь, мочу, в день износа, свину. В качестве контрольной группы они использовали вакцину ПАР вируса и 6 здоровых собак. Что меня удивило в этой статье о том, что они говорят о том, что вот эти все животные были не искусственно заражены, а типа натурально заражены. Ну, то есть, видимо, естественно, да, 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 спасибо, да. И в целом они никак не подтверждали, что это была именно чума, кроме вот этих ПЦР. И там в статье есть такая большая табличка, и у двух животных из 29 не было ни одного положительного результата по ПЦР. То есть, в принципе, непонятно, эти два животных болезни чумой или нет. Вот. Собственно, какие выводы были сделаны здесь, что при использовании вот этой одноступенчатой обратной транскрипции положительные результаты были в половине кровь-моча, свина 20% в день износа 20%, при использовании гнездовой, по-английски эта штука, это называется nested ПЦР, были положительные в большем количестве случаев, кровь 81%, моча 75%, свина 56%, в день износа 70%. Ну, то есть, какие выводы можно делать? Все очень просто, что гнездовая ПЦР более чувствительна в диагностике чумы, и если мы будем брать образцы из разных биологических жидкостей, то больший шанс увидеть чуму нам. Более эффективно? Чем ПЦР обратной транскрипции? Как там было 100%? Специфичность 100%, чувствительность, то есть, я говорю о том, что при анализе ПЦРов, именно, берется в расчет, что это 100% специфичный метод, что если мы обнаружили ДНК или РНК, сам этот анализ не может ни с чем другим его спутать. То есть, речь идет о чувствительности. Сколько, возможно, отрицательных результатов у нас будет? Чувствительность. Так, ладно, мы к этому вернемся. Немножко осталось. Да, это старое исследование. Одно из первых исследований, где анализировался именно процесс, как делать ПЦР этим животным. Они взяли 3,38 собак с подозрением на чуму. У 28 из этих животных была чума, подтверждена иммуногистохимией. И две собаки были с нервной формой чумы. Также проводился некий дополнительный анализ с помощью реакции нейтрализации смотрелся кровь и ликвар. И три собаки в качестве контроля. Что получилось в этом исследовании о том, что чувствоустроительность этого метода высокая. 86% сыворотка и 88% образца крови и ликвара. А специфичность 100%. Я думаю, что небольшое количество отрицательных результатов есть. Что странно, что если сравнивать эти анализы с реакцией нейтрализации, это старый золотой стандарт, то она никак не корридировала с формой и распространением антигена и результатами ПЦР. Есть такой шанс, что этот старый золотой стандарт не особенно работает, исходя из этой информации. И в этой статье также говорил, что вакцинация не приводила к ложноположительным результатам. Еще одна статья, по-моему, последняя на сегодня. Прижизненная диагностика чумы и методом обратной транскрипции ПЦР у животных с неврагическим дефицитом не характерна для чумы. То есть у животных были не тики, а другие странные неврагические заболевания. Ну и, собственно, чума подтверждалась методом ПЦР непосредственно из центральной нервной системы. И всем этим животным проводилось вскрытие. Исследовалась моча, кровь и ликвар. Из нетипичных проявлений говорилось об изменении поведения в навязчивых движениях, судорогах, нестагмент, ремор, атакси, тетропорез. То есть такие симптомы, которые, если ты увидишь, наверное, не сразу будешь думать, что это чума. Для чумы сильно характерен чумной миоклонус. Здесь этого не было. Возраст собак был от 7 месяцев до 11 лет. Две собаки были вакцинированы, остальные были не вакцинированы. И что в этом исследовании увидели о том, что были все отрицательные результаты в сыворотке крови, только один результат положительный, то есть 20%, чума в действительности ликвара 40%, у двух животных вирус обнаружился в ликваре. И опять у нас моча оказала максимальную чувствительность, то есть 80% обнаружения вируса в моче. В этой статье предполагалось, с чем связано то, что он не обнаруживается в ликваре. Предполагается, что это связано с тем, что вирус находится не во внеклеточной жидкости, а больше находится в клетках. Из-за этого при взятии ликвара он не обнаружился. И опять же, как предыдущие исследователи, говорится о том, что взятие нескольких биологических жидкостей увеличивает чувствительность. Причем здесь вот табличка наша, в которой есть все эти животные. У животных, у которых моча была отрицательная, был положительный результат в ликваре. Это не все статьи, которые есть на подмеде. И мне хотелось бы, наверное, еще глубже ознакомиться с этим, но это очень сложно. Исходя из этого, я выработал для себя некий алгоритм о диагностике животных с подозрением на чуму. Первое, что это узнать про вакцинацию. Если мы будем обладать эту информацию, мы будем знать, исходя из этих исследований, и через сколько времени у них будут держаться тела иммуноглуболина G и M. В качестве простого теста, который можно сделать в клинике, это ИХ, иммунохроматография. Можно взять смывы с конъюнктивы, кровь, либо другие смывы. В зависимости от того, какие симптомы у животного есть. Если у него нарушение стола, то можно смывы из прямой кишки. Если выделение из глаз, то, естественно, лучше взять конъюнктивы. Дальше можно отправить кровь, либо сыворотку на иммуноглуболин G и иммуноглуболин M. И если вы суперактивно подозреваете, чему-либо хотите ее исключить, то нужно брать ПЦР из биологических жидкостей, моча или кровь. Если у нас сомнительные результаты по сирологическим методам, то можно проводить парные сыворотки через 2 недели, 1 месяц. Это нам даст больше информации. Мы можем осмотреть титры антител иммуноглуболинга снижаются, увеличиваются, либо остаются без динамики. Если это вакцинальные титры, то с большей долей вероятности они будут снижаться из-за того, что нет активного заболевания. Возвращаясь к нашим реалиям, я здесь пока готовился, просил узнать, каким именно методом делается иммуноглуболин G у нас. И оказалось, что все реактивы во всех лабораториях закончились. И на сегодня у нас, в принципе, не делается иммуноглуболин G. Но хорошо, что шанс делать антилаг иммуноглуболин М, вот этот ДОТ ЭЛАЙЗА, про который я говорил в начале фирмы Иммунокомп, но, в принципе, это неплохой анализ. И, в принципе, для именно определения активной стадии заболевания вполне можно его использовать. То есть для определения именно болезни, а не вакцинации. Что касается ПЦР. Я общался с нашей лабораторией о том, чтобы отправлять мочу на ПЦРы. Но, по крайней мере, из одной лаборатории нам пришел результат о том, что они не хотят этого делать, из-за того, что не знают, как обращаться с мочой. Ну, то есть на сколько долго там может находиться вирус. И, типа, можно сделать ПЦРы из других жидкостей. Ну, типа, они не захотят делать этот анализ. Вот. Я пока что на них еще не показывал, ну, то есть не показывал все вот эти статьи, которые я проанализировал. Я общался где-то месяца назад с ними. Вот. Может быть, если показать вот это исследование, где ПЦР обладает стопроцентной чувствительностью и специфичностью в анализе мочи, то, может быть, они будут делать. Вопрос второй — это в качестве ПЦР у нас, да, при этом исследовании должна быть абсолютная стерильность в лаборатории. Люди должны ходить в масках, в перчатках, чтобы не получить положительные результаты. Как делается это у нас, я не знаю. Может быть, делается нормально, но я не в курсе. Вот. А что касается наших реалий, это одно слово про наши модули, о том, что они у нас идут по неврологии, и скоро будет первый модуль. Вот. И, в принципе, все. На вопросы я готов ответить, если они у кого-то есть. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова